приветствую всех на канале сегодня у нас будет первый взгляд на игру легенд of capers что у нас тут ранний доступ говоря да благодарят меня за интерес к этой игре и просят отнестись с пониманием того что игра находится в раннем доступе не знаю сегодня посмотрим может быть устроить прохождение этой игры мне в принципе нравятся такие игры датчика я быстро подписаться ввести код какой код не геймод дайте-ка я быстро сейчас зайду в настройки чек ну настройки русские быстро установку нет по ситуации видео ух ты как она круто полный полный в окне тут нет моего монитора ладно погнали тогда в игру вроде все норм стоит хотя давайте-ка я видео аудио еще хотя я там в этом исправлю ладно я уже привык настройки видео зайду качество ультра применить вернуться все до ультра стоит меня просто две видеокарты по и ссылай мосту стоят не знаю будет ли эта игра поддерживать или нет погнали играть давайте первое а надо его как-то назвать на давайте один пусть будет один создать надо будет пройти обучение щас поздравляем вас и приветствуем в компании подземелья как было указано в вакансии ваша основная задача защита наших подземных сокровищ мы не можем уделить много времени силу вашей подготовки так что напрягитесь я не люблю напрягаться чё это она одноглазая сейчас она проговорит и я прочитаю это циклов да получается так рано или поздно герои придут за нашими сокровищами отдел маркетинга аж вспотел обещает и толпе идиотов славы и богатства у нас есть немного времени покуда они не заявились поэтому займемся расстановкой ловушек и служащий давать так костяная катапульта так а что делать установите ловушку он не понял она у меня уж так и будет здесь что но все подтвердить установил так каждом подземелье мы всегда оставляем одну комнату пустой зачем это позволяет нам порадовать искателей приключений каким-нибудь заклинанием ага заклинашка значит халявная вот вторая комната да получается some rooms are dedicated to combat this is my favorite bit make sure you analyze each group of adventures your employees are counting on you to prepare an effective strategy pay attention to combatants attacks and resistance is they are key elements for victory некоторые комнаты предназначены для битвы это моя самая любимая часть тщательно проанализируйте каждую группу героев ваши служащие очень надеются на то что вам удастся выработать эффективную стратегию особое внимание следует уделить атакам и сопротивлением участникам боя в них залог победы что-то я читаю даже вообще не вникая в процесс и и что мне надо тут она была впереди что-то там умение а ты кто такой вообще и как мне в общем давайте вот так вот поставил 100 этого этого сюда этого сюда а стоп а где тут написано он кто огнем минус 35 ой воздушный урон я пока не не очень улавливаю суть но давайте дальше подтвердить это у нас босс да что он сказал кто умереть должен да уже бой начал по минус 10 далее ты все что ли а я их отравил никакой пощады заклинаний что он дает применяет эффект ярость 3 следующей группе монстров наносимые уроны потери боевого духа увеличен на 30 процентов на 10 ходов да 10x3 было написано не знаю я так подозреваю что что-то я там подозреваю ваши обязанности входит шпынять местных неудачников кто сказал что работа не может радоваться вы разумеется можете просто прибить или же нагнать такую панику что они сами убегут поджав хвост и да вот еще что в бою самые быстрые действуют первыми а самые быстрые это какие-нибудь агильщики да а как мне понять самый быстрый он или не самый быстрый их ты как он убить так а что это ему 39 боевого духа давайте а я просто нажимаю я думал пусть автоматом будь ты хорошая потылай стрелять ты вещь он отравлен у меня в опыту давай у страшно какой да сейчас моего орка просто разделают в щепки стоп а тут атаки нет никакой вот тебя выбрал тебя кашмар а он убежал вообще у кошмар мы его убили огненный шаг на 72 и все а ну там же еще босс у меня будет точно что я паникую поздравляю сколько у тебя сапог вообще дядь сколько тысяч 1160 из 1200 выберите порабощение 24 воздушного урона применяет эффект кровотечения вызов впереди впереди это вот правда а это вот а это на всех но давай на всех хобби еще отравил меня давай мы удар хвостов хобби вы справились впрочем никто и не сомневался в вашем таланте помните компания подземелья ценит амбиции и вознадраждается заранее стремитесь к новым высотам на этом обучение завершается увидимся в следующем году по собрание по оценке эффективность если вы достигнете успеха в защите сокровищ вас ждет заслуженное повышение хорошо так таланты у меня какие-то есть до очки талант при каждом получении урона дает вероятность 50 100 что управляющий получит эффект ярость поражение монстр дает вероятность 1020 что управляющий получит эффект панцирь устрашение отнимает дополнительно 1020 боевого духа группа монстров получает эффект ярость с вероятностью здесь даже если герой погибает от монстра давайте панцирь возьмем закрыть так и что у меня тут по умолчанию доставить это вот у меня погонщик получается да больше ничего давайте тогда первую миссию за зайдем а у нас только и есть архивариус не хочу пока туда там читать наверно много погнали первую миссию пройдем посмотрим как она добро пожаловать в компанию мэр маус нам очень повезло заполучить вас ваши ваши чекшие в легенды методы управления как раз того что нам нужно вы возглавите небольшую команду в старой империи регионе захваченном людьми соберите монстров в этом районе научите их защищаться превратите их в отличных сотрудников готовых неоднократно отдать свою жизнь за компанию значит они еще и будут тресаться так неделя первая искатели приключений что стоп стоп деньги у меня есть до 350 золота ресурс который правит миром давайте фаза подготовки идет час но это хорошо что фаза подготовки так и это все что у меня имеется до первая комната с монстрами у них что получается валера он еще и бьет этот по задним бьет это по переду бьет это по всем по области а он хиллер это лучник это нож какой-то давайте тогда поставим этого сюда этого сюда этого сюда а этот должен 1 атаковать по идее все у меня орки да вот это непонятно скелет какой подтвердить здесь мы поставим что ты даешь минус 10 применяет эффект ярости к следующем группе монстров ты что даешь применяет кровотечение 2 до на следующий ход 5x2 да давайте кровотечение поставим там магия какая-то установите ловушку здесь тогда мы поставим умение область все вот минус 10 боевого духа поставим здесь мы поставим опять же орга орка ты что у нас получается если ставлю вперед область ну да сюда а ты сюда подтвердить мы здесь у меня борт получается все вроде ставки сделаны ставок больше нет господа так и я тогда 35 природного урона до по последнему он бьет что применяет эффект я или по первым а по первому это первый слева направо считает я хорош попасть а обалдеть взял моего у этого скелета свалил ну хорош сколько можно тесак кровотечение дадим хотя бы сейчас первого вынесем и ты последнего до ближе так минус так 35 пизда сколько у тебя по хп 160 на то да давайте дадим по последнему этот у нас и так в травлении там да они не дают гоблина убили и это сейчас слез на нем целого отравления все а да ты еще и лишь но сейчас вы еще получите потоки вот хорошо так и получается что у нас тут применять эффект ярость дать наносимый урон и потеря боевого духа увеличен на 30 а там у меня есть огненный давайте устрашение заюзы тут у меня тоже ловушка последний отряда надо был огненный любит да почему ты первый-то хочешь но у меня там танк стоит огненный шар на последнем да давайте дадим его почти вынесем так вы бальда тоже на последнем и забираем да а это на кого замедление нет давайте она не есть вообще отравление какой-нибудь я не вижу что у него по дебафу давайте голубой до применим тогда на вот мы забрали первого никак не заберу по первому будет так тесак что дает по первому до 46 нет давайте тесак там еще кровотечение да должно на нем лежать хорош и последний баффер остается да но давай да так и что у нас там глыбаль да давай но даже до босса не дошли что они еще не конец тесак да это было изи так вы успешно защитили сокровища убитые герои 12 крови 12 дали до напуганные герои слезы надо собирать подземелье защищено 116 золото далее а теперь мне надо выбрать кого а то из них там кто не танк давайте ледяного скелет спит союзники применять эффект ярость ко всем монстром группе да давайте баффера возьмем для бафферов нету как несложно догадаться смерть малоприятная штука счастье у нас на кладби есть лиц всегда готовы воскресить ваших служащих учтите внезапно вернуться к жизни вкусив вечного покоя весьма демотивирующие испытания если ваши служащие будут часто умирать в конце концов может наступить выгорание обращайте особое внимание на душевное равновесие ваших служащих возможно кому-то стоит вернуться в гарнизон и перевести дух буйные праздничества которые устраиваются после славной победы также помогут вернуть желание рваться в бой так мотивация ну все вроде нормально служащие ловушки так управление командой во время фазы подготовки позволяет вам распределить своих служащих по комнатам подземелья ну с 1 2 мотивация погибшие служащие теряют одну-две единицы мотивации если мотивация служащего упадет до нуля начнется выгорание на десять недель служащие восстанавливать три единицы мотивации если остается в гарнизоне во время защиты подземелья а а так служащий гарнизон но мы одного купили да получается вода мы тебя почему в комнату 2 вот гарнизон тебя закинем и все это сюда да надо нажать а пусть отдыхает теперь что улучшает активные ловушки за ваши деньги тренирует активных монстров за ваши деньги этот беспринципный торгаш готов продавать вам монстров и ловушки а у погонщика что у нас архивариус это что ведьмина перчатка все я все хочу оставить вообще так так и я датика таланты настройка тут что я могу сделать стоп я не понял куда мне нажимать алло инфа так это мы поняли настройка настройка здесь ничего сделать нельзя назад назад она все я понял торговец или тренер или инженер давайте инженер посмотрим боевой рок уровень 2 да а ты что стена и катапульта вот может быть пилу 150 монет у меня есть да давайте улучшим все мы лучше оставить пока что курс возможность отправить одного из ваших служащих на курсы повышения квалификации события уложить конфликты на рабочем месте устраняйте их последствия у торговец понятно давайте события посмотрим подозрительного вида торговец предлагает вам купить по сниженной цене груз человеческих ляжек по виду и запаху они не первой свежести но с другой стороны сокращение текущих расходов всегда материальным пощадься руководству давайте хорошо алхимик так несмотря на беспорядок в лаборатории алхимик умело и надежно проведет трансмутацию ваших ресурсов по первому требованию и что же я могу тут перевести да я ничего не могу перевести зачем я сюда зашел искатели приключений крепость до в деле 5 я же могу сохраниться вернуться давайте нажмем я просто а это фаза подготовки уже есть такая давайте сейчас быстренько подготовимся так первая комната у нас получается с монстрами сила сюда и ты сюда подтвердить мотиватором мы поставили ловушку на второго уровня подтвердить здесь у нас боевой рок будет подтвердить здесь мы как в прошлый раз поставим вот так подтвердить ну и здесь у нас болт вроде бы все бич а че это ты первый ты маг говорили что первый ходит самый этот на тебя отравленный клинок самый лавкий же первый должен ходить а не маг грохот так грохот 18 воздушного урона применяющих вот так совсем до барабан я разводился ага 4 ярости опа на 47 опа на сейчас мы его гоблина убьют так на тебе с яростью то так гоблинский фокус 49 из урона мы первого тогда будем просто долбить на нем до 2 отравления крепкий доспех на нем еще и кровоток так давайте грохот тогда применим но в принципе тут ого в общем первую пачку мою разделали но я тоже одного забрал а давай тогда гоблинский фокус что же да да у меня там еще ловушки есть в принципе они далеко не уйдут это хорошо так никакой пощады применять да давайте никакой пощады дадим ярость себе а рок у нас что демотивирует да в принципе а мне слез еще надо набрать где-то значит их надо попугать хорошее первое это ходить еще по облимому куда ты там это ничего не жмет так а давайте два штрафа да получается на 48 нормально кстати он кидается если глыбу льда то мы ее убиваем мороженое дыхание давайте мороженое дыхание и за нем замедление какой дает ухты и тебе кровоток дадим ну теперь огненный шар и ты сейчас должна отъехать лоба льда все даже до босса не дошла эта группа скелет мажоретка скелет ученый природный урон да а ты кто пес физически применяет эффект кровотечения а ты я да да а ты чего уязвимость пассивка применяет эффект закалка гарантированный крит давайте возьмем пса так продолжить где моя казарма ты значит стоп ты в казарму и ты в казарму а ты иди сюда здесь у меня вообще все плохо еще один гоблин есть тогда ты сюда а ты вон там оставайся пока что так да так так как бы тут сохраниться давайте нажмем угла хотите в главное меню а я не знаю давайте тогда на этом видео закончим там уж посмотрю это все равно первый взгляд может быть ее и прохождение устроить или не надо я пока не знаю не определился еще немного поиграю в нее посмотрим определимся стоит не стоит на этом видео подошло к концу с вами был лузи всем спасибо за просмотр всем удачи и всем пока пока а 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